Русский рэп пришёл в движение. Тимоти должен был сыграть против него в медийном плане, но цифры говорят об обратном. Кажется, сегодня Тимоти опять занимает первые места по прослушиванию. Сегодня мы поговорим про Тимура в контексте его взаимоотношений с властью, а также попытаемся понять, как он смог при всём этом ничего не потерять в медийном плане. А ведь это было явно очень сложной задачей. Давайте сначала поговорим про Спотифай, который из России уходит, возможно, навсегда. Да, скажем прямо, потеря значительная, но не критичная. Помимо Спотифая, у нас успели появиться собственные сервисы по типу Яндекс.Музыки и Бума, которые всё ещё способны помогать артистам монетизировать свой контент. Но Спотифай ещё временно работает на нашем рынке, и там мы можем увидеть интересные цифры. У Тимоти за последний месяц на этой платформе оказалось 2 миллиона 300 тысяч слушателей, а это весьма внушительные цифры. Например, у Моргенштерна за тот же период цифры немного скромнее, а именно 2 миллиона 170 тысяч слушателей. А у ЛДЖ и того меньше, 2 миллиона 132 тысячи, что ставит его на третье место. По крайней мере, в Спотифай. Таким образом, мы видим, что Тимоти за последний месяц даже на фоне военных событий смог получить любовь аудитории. Но нужно понимать, что его последние заявления крайне расходятся с общепринятым в рэп-тусовке мнением о спецоперации на Украине. Все рэперы, уезжающие из страны, либо высказываются резко против, либо просто игнорируют происходящие события. А вот Тимоти решил поступить довольно смело, и заявил, что он чётко выбрал сторону. Вот цитата из его поста в ВК. В отличие от многих наших селебов, не имеющих своей позиции, в панике ищущих какую бы формулировку повыгоднее подобрать, чтобы усидеть на всех стульях, у меня она есть, была и будет чёткой в отношении нашей страны. Я был, есть и буду гражданином России. Я родился и прожил всю жизнь в ЦАО городе Москва. Я всем сердцем люблю свою страну, и любить её не перестану ни при каких условиях. Я никогда не стеснялся и никогда не буду стесняться того, что я гражданин России. Хоть по национальности я далеко не славянин. Я и есть носитель и часть культурного кода своей страны. И даже если весь мир от меня отвернётся, им быть не перестану. А вот как буквально за день до этого Тимоти высказывался по поводу Макса Барских, который о нашей стране выразился, мягко говоря, не в лучших выражениях. Макс Барский, я только что посмотрел твоё обращение к народу России. Территория России вычёркивается из моей географии. После всего того, что народ Украины пережил, в вашу Россию больше никто не захочет приезжать. Да вас никто даже не захочет видеть по всему миру. И это обращение моё личное к тебе. Ты ничего не перепутал, а? Ты не перепутал, кто здесь на самом деле? Ты ничего не перепутал, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Забыл? Я напомню. Совершенно очевидно, что такая позиция Тимоти сегодня может многих от него оттолкнуть. Некоторые фанаты уж точно отвернутся, ведь сегодня вопрос Украины разделил нашу страну на разные лагеря. Тем не менее, никто, наверное, не будет спорить, что Тимоти поступает действительно смело. Ведь за такие слова он может попасть также и под санкции Запада. А это для рэпера будет очень болезненно, ведь половина его бизнеса теперь завязана на долларах и США. В общем, Тимоти сторону выбрал. И это сторона нашей страны и правительства. С последним Тимур был в тесном контакте, пожалуй, большую часть своей карьеры. И как мы видим по цифрам в Спотифайе, даже такая стратегия Тимоти не навредила. Но в какой форме происходили контакты артиста с государством? На самом деле, с властью Тимур не всегда был в ладах. Вернее, он был даже самым настоящим оппозиционером от мира рэпа, до того, как это стало мейнстримом. В 2006 году у Тимоти выходит трек «Вопросы», где он довольно жестко рассуждал про внутреннюю политику страны. Обличал воров, взяточников, полицейский беспредел и был за все хорошее против всего плохого. Но затем все поменялось. А произошло все именно тогда, когда появился Black Star. Тимоти там был исключительно медийным лицом. Основной же деятельностью занимались другие люди. Павел Пашу Курьянов и Евгений Зубицкий. Также инвестором в «Черной звезде» был Вальтер Лерус. Чернокожий бизнесмен из Камеруна, который имел проблемы с законом. А кто же такой Евгений Зубицкий? Интересно, что это совладелец промышленно-металлургического холдинга и один из богатейших людей РФ по версии Forbes. По крайней мере, таковы были его позиции еще пару лет назад. Нужно понимать, что гламурная тусовка нулевых в Москве, куда попал Тимоти во многом еще и благодаря неплохим связям отца, всегда имел осношение с очень большими людьми в политике. И Тимоти смог этим воспользоваться, открыв первый по-настоящему крупный лейбл в нашей стране, который действительно занимался продюсированием артистов. Нужно понимать, что бизнес Блэкстара всегда выходил за пределы музыки. Тут тебе и барбершопы, и бургерные, и компьютерные клубы, есть даже собственный картинг. Очевидно, что такую бизнес-сеть было бы довольно трудно создать без знакомств в правящих кругах хотя бы Москвы. Про связи Тимоти с федеральными властями говорит, наверное, только трек «Мой лучший друг – это президент Путин». «Мой лучший друг – это президент Путин. Мой лучший друг – это…» Ну и его старания, как вы понимаете, были замечены. «Привет, Тимоти использовал такую возможность на все сто, сфотографировавшись с Владимиром Путином на память». Блэкстар сразу занял весь рынок и сразу же начал вести себя как настоящий деловой лейбл. Артисты в самом начале могли этого не понимать, но уже во второй половине десятых начались громкие судебные дела, где Блэкстар при помощи своих средств и юристов буквально оставлял музыкантов ни с чем. Борьба шла даже за псевдонимы. Например, Элуан теперь зовется Ливаном Горози не только потому, что это его настоящее имя, но еще и потому, что товарный знак Элуан находится в собственности черной звезды. «Моя девочка хорошо готовит и всегда на стиле, а моя имеет свой ресторан, плюс она мисс Россия». При этом, как говорят, Тимоти всегда хвалил власть исключительно по внутреннему убеждению. Когда-то в интернете гуляла статья, в которой были собраны цитаты различных приближенных к Тимоти людей. Там рассказывалось о его взаимоотношениях с государством. Вот цитаты из этой статьи. Клерк из администрации президента не может позвонить Тимоти с техзаданием каким-то. «Это так не делается, без респекта. Ему нельзя сказать, иди делай клип. Он тебя пошлет». Уверен один из знакомых Тимоти. Еще одна цитата. «В Кремле все только по личному желанию», говорит бывший сотрудник администрации президента, попросивший об анонимности. Еще одно высказывание. Подход у него был правильным. Он продался один раз, как честный общественный деятель. Иронизирует другой близкий к Кремлю источник. По его словам, главное, что получил Тимоти, это возможность звонить и жаловаться. Его цитата. «Это суперценно. Важны стратегические отношения в регионах. Закрывать бургерную Тимоти никто не пойдет. Плюс большой кусок от государства. Например, гарантированные выступления на всех госпраздниках и площадках». Четыре источника из разных департаментов мэрии Москвы утверждают, что благодаря поддержке власти рэпер экономил на аренде. Якобы Blackstar снимали помещения под бургерные и мойки по льготным ставкам. Но тогда так и не удалось найти документальных подтверждений этим словам. А по данным базы Spark, большую часть помещений в разных городах Blackstar арендует у частных компаний. Сюда же можно отнести вездесущий клип «Москва». Кажется, даже этот проект был полностью инициативой Тимоти. Вот цитаты все из той же статьи. Пашу считает реакцию на клип ожидаемой. По его словам, ситуация в России стала острее, и люди стали задавать вопросы о том, что будет меняться в стране. Собеседники в московской мэрии говорят, что Тимоти сам предложил записать такой трек. О нем ничего не знал даже Пашу. Цитата Пашу. «Он объяснил, что хотел сделать подарок в Москве. Я спросил, зачем были эти слова про митинги. Он объяснил, что это его позиция, это то, с чем он не согласен». Пашу также говорит, что просил Тимоти удалить клип. «Я спорил с ним по поводу этой песни несколько раз. Потом он сказал, мол, если считаешь, что я людей оскорбил этой песней, я удалю. Я говорю, да, оскорбил». Пересказывает разговор с Тимоти Курьянов. «Город, своя шкала контрастов, купеческая мека, государство в государстве, тот самый город». Но вещи по типу рекорда по дизлайкам Тимоти никогда не останавливали. Он продолжил гнуть свою линию и дальше. В 2019 году он представил совместную линию одежды Blackstar и Армии России. Это уже интеграция совершенно другого уровня. Кстати, некоторые заметили, что представленная на презентации одежда была просто копией более дешевых вещей с Алиэкспресса. Уж не знаем, правда ли это, но факт совместного проекта с Министерством обороны – это очень важно в контексте карьеры Тимоти. Ну и закончим еще одним красноречивым фактом. В 2014 году на фоне бифа между Тимоти и Димой Биланом, которому отменили концерт в Грозном, Рамзан Кадыров поддержал сторону Юнусова и присвоил тому звание заслуженного артиста Чеченской Республики. В общем, как-то так. А на сегодня у нас все. А как вы думаете, что будет дальше с бизнесом Тимоти в России? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!